Ребят, если вы фанатеете от Армы 3, то подписывайтесь на новый канал Evil Games. Чувак снимает динамичные, прикольные, интересные видосики. А еще он неплохой пилот и стример. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Человек на сервере одновременно, и у вас всего лишь одна жизнь. Убили? Выходи с сервера. Планы на миссию разрабатываются заранее, и на момент старта игры уже все все знают. Итак, ближе к делу. В этой миссии две страны, Англия и Россия. За Англию играло 91 человек, за Россию 84. Красные в обороне. По поводу техники. У англичан 7 койотов с различными типами вооружения. Один Мастиф, три Пумы, один М113, по-моему, медицинский. И один вертолет АВ-159 Wildcat. У России один УАЗик, восемь Шишик, одна БМД-шечка 2М, одна БМД-4М и один вертолет Ми-8. И так уж получилось, что мы играли за англичан. Все это дело происходило на острове Алтис. И я повторюсь, что мы играли за синих. И как мы видим, наши силы достаточно хорошо разбросаны по всему острову. Наша авиация находится на юго-западе, и ей нельзя сразу взлетать по условиям миссии. Основные силы находятся в центральной части острова. И как вы уже догадались, наша задача зачистить город Неохоре. Конкретно вот этот красный маркер. Именно там скопились основные силы красных. А их авиация и спецподразделения далеко на северо-востоке в пустыне. Вот так выглядел старт миссии конкретно для нашего отделения. Ничего особенного, обычная рутина. Но на глобальной карте это выглядит очень даже логично. Наша сторона сразу пытается взять в полу кольцо город и занять доминирующие позиции. Противнику тоже выгодно немного отойти от города, чтобы встречать нас на дальних рубежах обороны. Первых контактов ждать долго не пришлось. Шишига красных была уничтожена по дороге на северо-запад. Судя по всему, красные таким образом прощупывали, насколько близко успели подойти синие. Тем не менее, красным удалось занять ближайшие доминирующие высоты, населенные пункты, в принципе, по всем основным направлениям. Что касаемо нашего отделения, то наше направление было север. Мы сидели и ждали приказа на наступление вот в этой зеленке. Литнап, ты где? О, давай сюда прицел. Что ты слушаешь, что он тобой помыкает? Я это запомнил. Ну, хорошо. А кто минус? Кто-то минус, да. Стой, 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 подожди, я прицел у него возьму. Все, садимся. Сейчас, сейчас, подождите меня, сейчас, секунду. Куда едем? Прицел при мне. Прощай, литнап. Прощай, литнап. Для тех, кто в танке, рассказываю прикол. Изначально я попросил очень вежливо прицел у товарища. Но, естественно, он мне его не дал, потому что он ему тоже нужен. Я ему сказал, что я это запомню и сниму этот прицел с его трупа. Через пять минут так и получилось. Его задавила наша машина, по чистой случайности, и я взял прицел. Вы можете сейчас подумать, что мы едем уже на штурм, но это далеко не так. Незначительные контакты сейчас далеко на юго-западе от нас. Противник выстрелил в полноценную оборону, а мы пока что занимаемся разведкой и поиском техники противника. Логика проста. Чем меньше техники у противника, тем больше шансов нашей пехоте дойти до города. Именно поэтому никто никуда не спешит. Спустя 25 минут после старта миссии дали добро на взлет вертолетом. Сейчас вы их наблюдаете. На борту Ми-8, кстати, десант. После этого нас передислоцировали в город к своим. И именно этот момент вы видели чуть раньше. Кстати, прямо перед нашим отъездом к нам в упор подполз противник. А мы этого даже не знали. В этом городе мы просто страдали ерундой, так как ждали приказ на наступление. Сидели мы там минут 10. И вот наконец-таки долгожданное разрешение и координаты, куда ехать, получены. В это время уже шел полноценный бой. Противник в основном держал северную часть, поэтому наши наступали с северо-запада. А нас послали чуть восточнее с задачей занять высоту, где находятся вражеские ПТРК. Вот мы высадились и наша задача отправиться чуть-чуть на юго-восток. Вот она эта высота. Можете чуть севернее. В общем, вам надо зайти на высоту. Да-да-да. Че это мы зайдем, блин? Сейчас зайдем. Короче, пустое. Сейчас остальные наблюдаем. АГС пустой, да? Да. Сиди за кормовой сад. С удовольствием. Ну что ж, подмянем жмуров свеженьких, перезарянем. Заткнись. Ты лучше скажи, на этой высоте наша есть? Нет. Все, кого встретим, значит. Кто удаляет твою линию, сука? Она сама удаляется. Подстава такая. Ну, курпалка ночи, ставь. Ну, кстати, не подавляй раньше времени, если никого нет. Мы вас будем помнить. Понял. В скобочках нет. Ой, камни, блин. Как неудачно с самого начала-то. Мы вас не забудем. Но и не вспомним. Ну, было не в Техасе. Ты больше по карьерной лестнице не подымешься. Так, короче, кто был подробником, а Фархиме теперь подо мной. Что, блин? Вот так вот поджимают твои руки. Я думаю, проверим, блин. Ты аккуратней, блин. Ты тормоз. Ехали бы на Жигулях, сгорели бы. Вот эту вот высоту надо взять? Да. Мы под ней тормознем. Блин, здесь куча камней этих берем. Погоди секунду, а там противник, что ли? Высадка. Все, мы на высадке. Поднимаемся наверх, правильно? Да, да, да. Внимание, мины, пацаны, смотрите. Так, все, это С, высадили машину. Два человека поливали, М-6. Здесь, 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 здесь. Конечно, здесь. Тут точно кто-то есть, потому что я ни разу там никого не видел. Да, там есть. Там был тур противника. Еще Бэха на юге, на высоте. У нас здесь тур? Да, был тур там. Так, ладно, теперь сейчас я посмотрю тут. Вышку надо чистить? Вышку надо чистить прямо? Не надо, стойте там, ожидайте. Мы под ней. Можете заглянуть внутрь? Просто, ну, прощекайте. Все основные, начинаем движение. Просто, ну, перфиксируем противника. Солит. Солит. Живой? Раз, 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 раз. 110. Начинаем движение. Убил, убил его. О, молодец. У него, кстати, Птур. И он, кстати, нас сдал, что мы здесь. Ну, понятно, где он их хуйня не умрит. Пошли наверх, займем позицию вот на этой хуйней. Сейчас, я осмотрю его. Могут прийти, кстати. Пошли. Так давай здесь останемся, да, примем. 30-й. Принял, Альфир, Душман, слышали загона? Да, на высоту. Все, поднимаемся, поднимаемся, да, на высоту, уходим на восток. Ромбик живой? Ромбик живой? Косивая, боись, красивая, близко, близко. На 44-й она стоит. Ромбик минус, походу. Ракета у нас есть? Да, тур стоит там же, где. Чёрки, с севера города работают. Быстрее на высоту. С севера города, походу, дымите им. Слышь, у нас внизу техника приехала, пусть отработает, догон. Так, прием, да, ПТС. Скажи на 44-й догон. На 44-й. Слышь, догон, у нас в лаге противник, прячь. Противник, оружие закинем. Внутрь, внутрь, залезаем, короче. За стены. Соль живой? Да, ромбик. Да, ромбик минус, соль живой. Понял. Слышь, догон, ты понял, да, что с севера у нас противник, вороч? На север. Так она смотрит, чтоб подальше. Нет, нет, не лезьте туда, господи, она же туда раздолбает вас. Я глазиком. Я ее вижу, она стоит и, по-моему, трассера в нашу сторону летит. Подтверждаю, бэхар без движения. Ее чинят, ее чинят, прием. Окей, давайте, 44-й высота начинаем двигаться. Отставить. Так мы ее можем уничтожить. Да, 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 да. Слышь, давай, я там, можно ее уничтожить быстрее. Все, начинаем. Чистит, у черного нас. Он, он, сто, сто шестьдесят пять стоит прямо на дороге. Блин, я, я застрял, черт возьми. Спускаемся, высота 44. Это слева от нас, вот эта каменная. От нее может РПГшник спокойно снять эту бэху. А мы ПТУРом же можем. Слышь, я ракету ПТУРа взял, на всякий случай. Ок. Давай. Подавляю, противник. Слышь, я не зайду, что он. Я ПТУР посмотрю, ты меня потом наведи на эту бэху. Прикройте меня сзади, прикройте, ребят. Я подавляю бэху там. По какому азимуту, можно точнее? Ок, от высоты юг. 180, ровно, 180. Не сможешь, надо уйти за высотой. Труб не живы. Так, я точно не знаю. Согнали, как мы ходим, но еще не тихо. Отлично. Альфер, ты с другой, да? Да, иду. Да, да. Так, солид, я зашел, у нас походу противник сзади подходит. Понял. Сзади это где, с юга? Вот отсюда можешь работать уже, Альфер. По ней уже отработали, по бэхе, она все уже уничтожена, по сути. Все, отставить, не работай. Принял. В два раза. Я не услышу. Охренеть. Это РПГ был. Блядь, сушка работает. Картолеты. Пострелял по вертолету. Вот так этот же момент выглядит на реплее. После того, как наше отделение поднялось на высоту, мы начали нести потери. По нам отработала БМД и пехота. Север, как вы видите, действительно был противник, но они к нам не спешили. В конце концов, было принято решение уходить с высоты на штурм города, потому что уже подтягивались союзники. Что касаемо глобальных действий, то все шло неплохо. Наша сторона поджимала противника все ближе к городу. Но здесь произошел важный тактический момент. Вертушка противника сбросила сначала одно отделение западней наших сил, и второе почти на севере. Другими словами, выбросил десант к нам в тыл. Ты возле стены бежишь? Я уже спускаюсь. За данный вперед идешь, да? Да, шел. Сейчас спускаюсь еще ниже. Я на юге-западе. Там еще емкость с крестом. Впереди что-то вижу. Что ты там видишь? Азимут 130. Техника какая-то, дымячиваясь. Соль, живой? Пока, да. Это четвертый. Можно прибежать к нам на юг? Я уже сейчас в город пойду. Сколько километр сбегаешь? Да. Ой, ты вышли вдвоем? Стройки мы сейчас? Ну, такая маленькая стройка. Да, да. Да. Я возле вас, ехай. Вот он есть пулемет. Как я пулемет поставил, а? Ага, нормально. Ну, что, вы вперед, я вас скрою. Да, сейчас давай. А тут мины могут быть? Да, у них полный триггер мин. Да на нефига, блин, это самое. Так ходить. Рядом, имею ввиду. Ну, что-то... Рядом. Я перехожу дорогу. И тут меня внезапно убили свои. Ничего страшного, Friendly Fire тоже случается, это симулятор. Душманы Спарки начали зачистку города, первыми ворвались в триггер к противнику. Но Спарки тоже быстро слился. После этого Душман спрятался в доме до подхода основных сил. Что касаемо двух отделений десанта у нас в тылу, то они ничего не сделали. Они не успели нас атаковать со спины, вся наша сторона уже стянулась к триггеру. Еще каких-то пять минут и город был зачищен. Наша сторона победила. Ребята, я надеюсь вам понравился данный ролик, не забывайте про пальцы вверх и комментарии. Если хотите посмотреть еще подобное этому, то сейчас перед вами должен засветиться целый плейлист. А на этом пока что все, всем пока и удачи. Ам, нет, не все. Стойте, стойте, чуть не забыл. Посмотрите фильм, сделанный на движке DayZ под названием Project Life. Парни заморочились с монтажом, цветокором и озвучкой. В общем, атмосферненько и качественно получилось. Сюжет раскрывать не буду, смотрите сами. А ссылочка будет в описании. Все.